В Актубе участвовали лучших педагогов и социальных партнеров. Организатором праздничного мероприятия выступил отраслевой профсоюз работников образования и науки. На традиционные встречи подвели итоги учебного года и вручили путевки в оздоровительные санатории сельским учителям, работникам организации дополнительного образования и профессионального и дошкольных учреждений. Лейла Уесова побывала на награждении. Известный в Актубе хореограф Альфия Нигматулина больше 40 лет своей жизни посвятила детям. По ее словам, учитель танцев – это уникальная профессия. Большая любовь к искусству, понимание музыки, выразил с желанием передать ее подрастающему поколению. Также любить музыку, чувствовать ее, уметь под нее красиво двигаться. Альфию Зинатуловну многие знают как руководителя образцового коллектива «Айгулек». Этот год весь юбилейный, 155 лет нашему любимому городу. 100 лет нашему любимому профсоюзу, нашей профсоюзной организации. 95 лет будет нашей организации Цветового детского и южного творчества. 35 лет нашему образцовому коллективу. Как бы этот год юбилейный, счастливый. Столько эмоций, столько впечатлений. Мне хочется, чтобы вот эти приятные эмоции и впечатления передались, скажем, через экран. Всем хочется пожелать огромного здоровья, чтобы педагоги, конечно, которые работали весь год здесь, хорошо отдохнули, набрали здоровья, сил. Благодарственные письма и подарки от профсоюза получили 150 актюбинских педагогов. Сегодня общественная организация объединяет больше 33 тысяч учителей региона. Многие из них трудятся в сельской местности. Их пригласили в город на тимбилдинг, чтобы коллеги смогли отдохнуть на природе и зарядиться энергией. Для нас провели психологический тренинг и спортивную эстафету. Еще одна приятная новость – 20 молодых учителей отправятся в увлекательное путешествие по историческим местам и отдохнут в курортной зоне Боровой. Сегодня особое внимание уделяется мотивационной работе, благодаря чему растет количество работающих членов профсоюза. Нынешний учебный год был непростым для наших учителей. Из-за паводков во многих школах развернули эвакопункты. А учеников перевели на дистанционное обучение. Несмотря на трудности, педагоги оказывали пострадавшим психологическую поддержку, помогали выпускникам подготовиться к ЕНТ. И сегодня мы поощряем труд тех, кто внес свой вклад в это общее дело. По словам организаторов, в этом году встреча проходит под эгидой объявленного Казахстанской Федерацией профсоюзов «Года достойного труда». Лучшим педагогам вручили сертификаты в лучшие оздоровительные санатории страны. Нагрудных знаков также удостоились социальные партнеры и председатели первичных профсоюзных организаций на отраслевом уровне. Лайла Уисова, Жумарко Дайбергенов, телеканал ТДК-42, Октубе.